Всех приветствую, друзья! На связи Пентагон. Сегодня 18 июля, вторник. Самое время перейти к традиционному Пентагон Дейли. Решил полностью убрать все линии из графика. Для себя оставил лишь торгуемый канал и несколько линий сопротивления, которые сейчас есть. У нас сейчас уровень 32.300 и 31.600. 31.600 мы сделали небольшой вот этот закол и ушли под уровень. То есть нас сразу провалили. И у нас был вот здесь вот локальный тренд. Мы его пробили и проретестили. И ушли сейчас к единственной поддержке, которая у нас есть. Это, собственно говоря, поддержка уровня 29.650. То есть мы в течение последних там 12 часов эту поддержку тронули. И если смотреть, конечно, линейный график, это уже сквиз. И по большому счету поддержка единственная у нас находится на текущей отметке 29.800. И в случае пробоя, в случае пробоя дальнейшего уровня 29.600, как раз таки ближайшие уровни поддержки у нас с вами и будут. То есть необходимо пробивать вот этот вот лой. И я думаю, на самом деле, что его могут пробить. То есть если у вас есть шарты от ретеста 30.250, если кто-то до сих пор держит шарты 30.200, 30.300, которые мы брали там пару дней назад, то окей. Я отванговал вот это вот вчера движение 29.700, 30.150. И, ну, то есть не сказать бы, что я увидел хороший отскок. То есть нет у нас никакого отскока. Мы находимся под трендовой линией. Мы вот здесь ее вокально проретестили. Причем мы свалились, проретестили и ушли обратно вниз. То есть мы сейчас должны этот уровень, по сути, 750 пробивать. То есть как уровень ближайшей поддержки. Вот в случае пробоя, в случае пробоя уровень 29.600, уровни 28.100. Это те уровни, которые нас будут с вами интересовать. Мы берем с вами FIBA. И вот первый 0.382, это вот уровень 29.000. Самый такой аварийный, да, то есть. И, конечно, нормальная, адекватная коррекция. Это вот уровень возле 0.5. Как раз все, что около 28.000, 28.200, 28.300. Здесь это тот магнит, который в случае пробоя будет у нас, в случае вот такого резкого сквиза сюда, PES проторговки. Это тот магнит, который мы с вами увидим. Есть надежда на 1 Герц. Есть надежда. Небольшая. Она вот с очень большим натягом. А именно мы находимся возле серединного уровня. Серединный уровень. То есть вот здесь вот серединный уровень был уже на ретесте. То есть если мы ждали вот этого сквиза по фракталу, то есть чтобы потрогать этот серединный уровень, то мы фактически этот серединный уровень здесь уже потрогали. То есть какой-то отскок по логике, вот если он должен быть, он только здесь. В плане я имею в виду какой-то локальный. Максимум 750. Все, что уже пойдет ниже, все, что пойдет уже ниже, это уже никакой не локальный отскок. Там ближайший уровень 29 тысяч, поэтому с лонгами очень аккуратно. Мы сейчас еще посмотрим остальные активы, но, опять же, у нас уровень, опять же, повторюсь, магнита будет в районе 28 тысяч в случае пробоя этой поддержки. Пока вот эта зеленая поддержка и вот эти две красные поддержки выступают, то есть пока не удерживают, у нас есть надежда на небольшой поход к верхней границе. К верхней границе. То есть верхняя граница – это вот поход отсюда. Аккумуляция и выход к 32 тысячам. Я, на самом деле, начинаю все меньше и меньше задумываться о походе на 33. То есть мы уже ушли под уровень. У нас вот здесь был с вами параллельный канал. И вот этот вот параллельный канал, скажем так, середина этого параллельного канала в районе 3500 была там пробита. Естественно, если какой-то лонг интересен, то он интересен, у него есть несколько уровней пробоя, которые необходимы. То есть это, соответственно, уровень 3200 и там повыше опять этот уровень 3600. То есть в таком случае мы увидим только пробой 32 тысяч. То есть я имею в виду, что мы закрепимся, проторгуемся и пойдем поглощать. Но, опять же, пока мы находимся вот здесь, вот возле лоя, это очень опасный в целом откуп может произойти. В любой момент пробой 29600 поведет нас сильно по графику вниз. Сильно по графику вниз. Так, естественно, вот этот фрактал, если рассчитывать на его серединный уровень, он уже не интересен. То есть вот здесь был интересен фрактал, когда мы были по 30-100, чтобы сходить 29 тысяч. Да, мы через флэт, по сути, выше уровня 29600 пока крепимся. Это у нас есть вот эта вот большая поддержка. И если мы эту поддержку с вами пробиваем 29600, 29800, то, естественно, ближайшие уровни 2928200, которые мы с вами будем откупать. Вообще, будем ли откупать, вопрос достаточно открытый. Потому что все меньше желания откупать. Есть у меня там предположение, что мы очень похожи на просто коррекцию по виду. То есть примерно тот же самый вынос, тот же самый ретест и поход обратно к 25 тысячам. Но это отмена ETF или там отказ по ETF или еще что-то. То есть какие-то новости, связанные с жестким фундаменталом, не могут последовать. То есть имейте в виду пробой, опять же, уровня 29500 может сформировать или там вынести на рынок какой-то блок новостей, который будет фундаментально бить по рынку. Естественно, дальше смотрим на эфир. По эфиру, если смотреть через недельку или даже не через недельку, через три дня, у нас есть наподобие трех индейцев. То есть мы вроде бы как подходим к нижней границе. То есть у эфира эта поддержка находится на уровне 1850. В случае пробоя 1850, вот 1850 вот здесь вот находится уровень, 1870, 1830, средняя 1850. Тогда, опять же, мы увидим большое сквизовое движение вниз. То есть, естественно, есть какие-то задатки там диверов, но, опять же, на сильном тренде, и вот на битке тоже на пятнажке есть дивер, но на сильном тренде, причем я так понимаю, что у нас мы возвращаемся в недвижку в случае ухода под этот уровень, то есть под уровень 29850. То есть мы даже сейчас нырнули вниз 29700 и вообще не откупились. То есть нет откупа. Есть там небольшой вот здесь вот дивер, но его, как бы, целесообразность, да, она оставляет желать лучше. То есть торговать такое на сильном дампе, но тяжело. То есть мы явно подходим к поддержке, явно подходим пробивать эту поддержку. Вот у нас есть там тот же самый какой-то треугольник с плоским домом, да, и вот мы вот здесь его как раз-таки можем пробить. Здесь мы его можем пробить. В случае пробоя уход 29500. И, соответственно, эфир, вот, ну вот льют эфир, сильный льют. 1850, 1830 даже, да, ну вот если мы в течение, мы его сейчас стрима, этот пролив не организуем. 1850, 1830, это вот в случае пробоя вот этой поддержки мы увидим. Но опять же страшно, откупать биток страшно, стрёмно. Даже с какими-то с локальными диверами мы находимся уже под поддержкой и целесообразно просто свалиться вниз. То есть 28500 мы можем легко упасть. Причем там с текущих плюс-минус легко. Закрепление выше там 30 тысяч, с текущих оно очень сомнительно выглядит, да, то есть необходимо там закрепиться, протестить что-то, выйти через ретест огромного большого количества сопротивлений. Каждые 20 пунктов будет состоять сопротивление. То есть лайток тоже нифига ни бычий, большой гиб. У нас есть гиб с правым плечом, то есть это вот головая плеч, причем по продолжению нормально срабатывает. Хорошо, хороший гиб, красивый. И вот как раз-таки 289 мы уже возле этого уровня находимся, там пробой этого уровня повлечет, опять же, да, вот мы вот эту косую пробиваем и ближайшие 83 это лайток, то, что мы будем ждать с вами, если мы сейчас будем заваливаться. И, естественно, как бы Total тоже говорит о том, что, друзья, возможно, это все был фейк-вынос. Мы сейчас пробиваем вот эту поддержку. Мы ее вот здесь пробили уже, проретестили. В одном месте, да, то есть на Total, вот если смотреть на часе, вот это же движение, оно и было ретестным. То есть у нас вот здесь вот есть ретест, и мы падаем на поддержку. Поддержка ближайшая, она находится на расстоянии полтора процента, то есть биток 2-2,5 процента вниз может сходить с текущих, а это вот как раз-таки уровень 29 тысяч. Поэтому имейте в виду, вообще мы на тоненьком находимся. Какой-то откуп, он очень аккуратен, даже если вы хотите откупаться, очень аккуратно. Я все меньше, все меньше допускаю вот этот вариант. Ну вот сейчас пятнашку срезают и, собственно говоря, завалят вниз. Легко. С текущих это сделать абсолютно легко. Так, ну, наверное, собственно говоря, все. И сипка, да. По сипке также есть вот этот дивер, и уход на 4 500, он вот как раз-таки спровоцирует эту волну продаж, продавить этот уровень 29 700, то есть на этом ожидании мы можем очень легко. Поэтому встретимся с вами завтра, посмотрим, что будет завтра в текущем рынке. То есть завтра будем смотреть. Я пока подытожу, да, то есть в случае, если мы уходим под уровень 29 700, активизируется наш уровень, наш сценарий с коррекцией 29 28 500, там будем с вами откупаться нормально, как люди. А пока реальный откуп интересен выше 29 900, то есть 29 30000, там интересен откуп, потому что с текущих, ну, такое, такое. Даже вот я бы, наверное, если бы откупался небольшую позу, я сейчас вплоть до 750, до 650 бы набор сделал, и вот лимитку на стоп 550 бы поставил. Ну, то есть это в случае, если вы хотите здесь отлонговать этот уровень, 550 это тот, как бы, стоп, который адекватный. В случае, если уходим даже, ну, 750 это очень короткий стоп, 650, 550 те два уровня, которые будут интересны, да, там, как минимум для стопа, поэтому очень аккуратно, очень аккуратно. Естественно, возврат 30 700, там, 30 800 выглядит очень сомнительно, да, то есть вы видите, как заваливает график, на предыдущей проторговке этого не было, везде были достаточно сильные откупы, поэтому вот у нас такое же заваливание было вот здесь, да, то есть такое же заваливание, поэтому уровень 0,382 тот, который может быть. Поэтому накидайте там огоньков, встретимся с вами завтра, примерно в это же время. На связи был Пентагон, целую ваши мозги, берегите свои депозиты, берегите свои депозиты, друзья.